Приветствую вас и печально, конечно, что вы вновь обратились к нам на ресурс. Печально, что с вами продолжают происходить негативные события. И вы знаете, вам, наверное, сейчас так не кажется, но если вы работали неофициально, то время сейчас, наверное, сам знаете какое. Ну, предположить, что вы в России живете, и время сейчас тяжелое для людей, которые вообще работают с одни сплошные сокращения и прочее. И человек, работающий неофициально, становится, с одной стороны, выходом для работодателей, но, с другой стороны, и достаточно серьезной зоной риска. Ведь могут проверить, могут как-то еще узнать, могут предпринять попытку, поднять определенные расходы, доходы, такие на эту тему. Поэтому то, что вас уволили, нет, не является чем-то мистическим. Просто да, это, да, выстраиваются в единую цепочку, но это случайно. Случайность, но не более того. Как вам в этой ситуации поступать? И, отвечая на первый вопрос, немноговато ли? Знаете, нет такого понятия «много» или «мало» в контексте человеческих отношений, в контексте человеческой жизни. Если вы верите в Бога, то есть такая мысль, мысль, что Бог дает человеку столько, сколько тот может вынести. То есть, вам не досталось бы больше, чем вы могли бы вынести. Если в Бога вы не верите, то тогда воспринимайте это просто как случайность и не более того. Действительно, вы потеряли возможность быть сильной и не зависит ни от кого, ничего не просить, но сила человека не в том, что он работает. Сила человека не в том, что он, знаете, ни у кого ничего не просит. Напротив, иногда бывает так, что попросить, невыносимо сложно. Признать себя нуждающимся в чем-либо, тоже невыносимо сложно. И человек идет на абсолютно любые поступки, на любые ухищрения, лишь бы только не попросить у кого-то что-то. В таком случае, в такой ситуации, можно говорить о том, что человек не силен, он слаб. Он слаб, потому что не может попросить помощи у других. Мы все люди, и каждый из нас бывает в кризисе, и в этом кризисе важно верно из него выйти. Если вы будете еще себя винить за то, что вы просите помощи, если вы будете обвинять себя в том, что вы от кого-то зависите, то из кризиса вам не выйти. Нужно воспринимать нуждаемость как абсолютно нормальное и естественное состояние, но только при том условии, если вы проявляете эту самую нужду настолько, насколько вам нужно, для того, чтобы преодолеть критический порог. И не больше. Этим отличается нужда в помощи от потребительского отношения к человеку. Когда человек не желает сам что-то делать, просто это у других людей. Сила, она не в том, что вы работаете, как я уже сказал. Сила подключается в том, что вы четко знаете, чего хотите, куда идете и ради чего живете. И если вам не ради чего жить, то простите, ни о какой силе речь идти не может, даже если у вас есть работа. Работа не делает человека сильным. Работа делает человека реализовывающимся и обеспеченным. Но и реализованность, и обеспеченность не дают человеку силы. Еще раз, сила – это характеристика внутренняя. Сила – это характеристика самого человека без привязки к конкретной его деятельности и без привязки к тому, что он делает и что у него есть. Сила – это внутренняя характеристика человека. Далее, какой работодатель возьмет меня на достойную работу в нынешнем моем состоянии? Ага, вы знаете, работодатель, если это человек профессиональный и конкретный деловой, ему в общем-то все равно, в каком вы состоянии. Ему важно, чтобы вы выполняли свою работу. Ему важно получить профессионала. А вы, если хорошо знаете свое дело, вне зависимости от своего состояния, всегда будете хорошо его знать. Потому что, ну, навык – это навык. И речь идет не о том, какой работодатель примет вас на работу, а речь идет о том, чтобы вы взяли и начали ходить на собеседование и искали себе новую работу. Не думая о том, в каком вы состоянии, не думая о том, примут вас на работу или нет, но обязательно с предыдущего места работы, взяв хоть какую-то рекомендацию. Дальше. Следующий важный момент. Как справиться со всем этим? Спрашиваете вы. Справиться со всем этим можно только через выражение своих эмоций. То есть вам нужно доверить кому-то свои переживания. Вам нужно релаксироваться, расслабляться, и вам нужно выплескивать тот негатив, который у вас сейчас много. Ну, например, если в какой-то конкретной ситуации человек, ну не вы, а другой человек, идет на собеседование после того, как подырял работу, и получает там рассказ, что да, он расстроен, возвращается домой, найти работу не получилось, но этому человеку легче, чем вам, потому что у него нет той ситуации, в которой оказались вы. Вам же, в купе с этим человеком нужно еще просто-напросто с кем-то поделиться своими эмоциями, не держать все в себе, потому что, если вы будете проговаривать свои чувства, если вы будете проговаривать свои мысли, то они будут принимать реальный оттенок, реальную форму, и вы будете лучше представлять себе, что же, собственно говоря, с вами происходит. До тех пор, пока у вас это все в мыслях, вам будет казаться, что вы попали в капкан, в ловушку, и так далее, и так далее, и так далее. Нужно проговариваться. Если проговариваться, возможности нет, то тогда нужно говорить с собой. Нужно говорить с собой или использовать другие подручные средства для релаксации. для кого-то это просмотр любимого фильма или сериала, для кого-то это еда, для кого-то это спорт, физические упражнения, для кого-то это хобби, то есть вам нужно подобрать что-то, что вас расслабляет и дарит вам какую-то радость. Но проще всего вам именно человеком поделиться. Я не думаю, что у вас нет друзей, я не думаю, что у вас не осталось никого из окружения, кто бы вами не дорожил. Всегда найдется кто-то, кому вы не безразличны, и вот с этим человеком вам нужно разговаривать. То есть вам сейчас нужна просто поддержка, напоминание о том, кто вы есть, напоминание о том, куда вы идете, что для вас ценно и так далее. Потому что самостоятельно в этой ситуации не сложно и забыть, куда же вы идете, кто вы есть и ради чего жить. Вот, в принципе, и все, что можно вам сказать относительно вашей ситуации. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.